Я считаю президента России военным преступником. Об этом заявил бывший сотрудник Федеральной службы охраны Владимира Путина Глеб Каракулов. Центр досье взял интервью у офицера службы охраны, который на фоне войны России против Украины сбежал из страны. По данным досье, большую часть 2022 года Каракулов провел на больничном, обдумывая, как разорвать контракт. Однако из-за сентябрьского указа о мобилизации уволиться стало невозможно. В итоге, во время командировки Путина в Казахстан, сопровождавший российского президента Каракулов, просто оставил свой пост и улетел с семьей в Турцию. Во время службы в его обязанности входило обеспечение президента России секретной связью. Я просто не мог находиться на службе у этого президента. Я считаю этого человека военным преступником. Хоть я и не участвовал именно в военных действиях, но исполнять его преступные приказы или просто находиться у него на службе, я не считаю для себя возможным. В интервью Глеб Каракулов рассказал, что Владимир Путин до сих пор боится коронавируса. И перед встречей с президентом сотрудники ФСО две недели сидят на карантине, даже если присутствуют на мероприятии не более 20 минут. Экс-офицер ФСО подтвердил наличие у российского президента дворца из расследования команды Алексея Навального, а также отметил, что существует секретный спецпоезд, который начал появляться в расписании службы спецсвязи в 2014 или 2015 году. Кроме того, у Путина есть специальная будка для секретных переговоров. Бывший капитан ФСО рассказывает, что она перевозится вслед за президентом в каждую загранпоездку. По словам Каракулова, это куб высотой около двух с половиной метров. Внутри организовано рабочее место и телефон, разговор по которому не может услышать иностранная разведка. Он не пользуется мобильным. За все свои годы службы я его с мобильным не видел. В командировках, если мы летим с премьер-министром, то с нами ездит еще один человек, который занимается вопросами интернета. Электронный офис, ноутбук, доступ в сеть. Вся информация, которую он получает, только от людей, которые непосредственно близки. Он живет в своего рода информационном вакууме. Поговорим подробнее об интервью экс-офицера Федеральной службы охраны с корреспондентом Центра досье Ильей Рождественский. Илья, доброе утро. Спасибо, что присоединились к эфиру. Доброе утро. Спасибо, что позвали. Вы записывали этот разговор с Глебом Каракуловым. Насколько у вас его рассказ вызывает доверие? В этом интервью вы задаете много уточняющих вопросов. Как это получилось? Как стал возможным побег? Этот человек и то, что он рассказывал, казалось вам достоверным во время этого разговора? Ну, это то, что у нас на видео, это лишь маленькая часть этого разговора. На самом деле, наш разговор состоялся в несколько заходов и занял в общей сложности больше 10 часов. Мы разговаривали вместе с коллегами из Центра досье, с Глебом Каракуловым. И да, у нас вызывает доверие то, что он говорит, потому что мы проверили буквально все, что он нам рассказал. То есть все детали его личной жизни, все аспекты его работы, которые поддаются какой бы то ни было верификации, из других источников, из российских баз данных, из открытых источников, из социальных сетей, мы все это проверили. И да, мы уверены в подлинности того, что он рассказывает. Мы уверены в том, что он говорит правду. И мы уверены в том, что он, в общем, искренне говорит. Мне персонально, наверное, отозвалось то, что он сказал, что он все, что он сделал, все, что он делает сейчас, это он делает для своего ребенка. То его ребенок, а это девочка, ей 3 или 4 года, то его ребенок не будет зиговать в детских садах, а дети в российских детских садах. В общем, он к этому переходит постепенно. И что он хочет, чтобы его ребенок не испытал ужас в войне. И, в общем, мне кажется, что это та мотивация, в которую очень легко поверить, особенно молодым родителям. Владимир Путин, как известно, не слишком лояльно относится к тем, кто оставляет свой пост. Был известный случай со Скрипалями в Великобритании. И известные последствия. Не опасается ли ваш собеседник Глеб Каракулов, что руки к Кремлям метафорически могут дотянуться до него в Турцию? Опасается, конечно. Мы с ним про это разговаривали. Более того, у его родственников через некоторое время после его победы прошли обыски и, вероятно, допросы. Он, конечно же, опасается, что и за ним могут прийти, и придут с новичком, и попробуют его отравить или устранить каким-то другим способом. Но, в общем, этим продиктовано и то, что мы выдержали значительную паузу между нашим разговором и публикацией интервью. Мы разговаривали с ним в ноябре-декабре прошлого года. И следующие четыре месяца нам пришлось ждать, пока он сможет спрятаться, спрятать себя, свою семью. В общем, мы сейчас не знаем, где он находится, мы не знаем, как с ним связаться. Единственное, что мы знаем точно, это то, что он не в России, только он в безопасности. Но и мы не знаем, где он находится, ровно из тех же соображений, из соображений безопасности его и его семьи. Соответственно, я надеюсь, что он предпринял все необходимые меры, чтобы до него не добрались. По крайней мере, я очень на это надеюсь. На ваш взгляд, что нового мы узнаем из этого рассказа бывшего офицера ФСО о Владимире Путине. Кажется, что информация о дворце, о спецпоезде сообщалась ранее СМИ. Она лишь подтверждается рассказами Глеба Каракулова. На ваш взгляд, появляются ли какие-то новые факты о жизни и работе российского президента? Мне кажется, самое главное, что мы узнаем из этого интервью, это то, что среди одной из самых секретных служб Российской Федерации, Федеральной службы охраны, которая занимается практически исключительно президентом Российской Федерации, нашелся человек, который не просто выступил против войны в каких-то частных разговорах, а который сбежал, поставил под угрозу себя и свою семью и выступил публично в СМИ. Это первое. Что касается того, что мы узнали именно о Владимире Путине, самое важное, он упоминает, что довольно много было спекуляций в прессе насчет здоровья Владимира Путина. Это, опять же, одна из самых секретных тем, связанная с российским президентом, и Глеб Каракулов говорит, и мне кажется, это достаточно важно, что за все годы работы, а за 13 лет в ФСО у него было порядка 180 командировок, и он говорит, что иногда они по нескольку недель в течение месяца не вылезали из этих командировок, то есть постоянно ездили куда-то с президентом. И вот за эти 13 лет из всех командировок по состоянию здоровья Владимира Путина отменились только одно. И там предположить, что у Владимира Путина все очень хорошо со здоровьем, и что он нас в ближайшее время, к несчастью, не покинет, все у него замечательно. Ну и опять же Глеб Каракулов, тут еще важно понимать, что это первый человек из окружения президента, который не анонимно, а под своим именем на камеру подтверждает и рассказывает много о тех вещах, о которых мы раньше либо догадывались по каким-то косвенным источникам, либо знали из сослов анонимных собеседников, он подтверждает очень большой массив информации. Он также отмечает, что Владимир Путин в 2009 году и Владимир Путин сейчас, это практически два разных Путина, в том числе, видимо, по степени страха и испытываемой паранойи. Как вы думаете, интервью Глеба Каракулова повышает уровень паранойи и страха самого Владимира Путина и в его окружении? Не уверен, расскажет ли Владимир Путин об этом случае, поскольку мне кажется, что Федеральная служба охраны пока до сих пор, по крайней мере, пыталась всячески скрыть этот публик. Но, очевидно, да, это повышает уровень паранойи, потому что нужно еще учитывать, что Глеб Каракулов – это все-таки капитан правления президентской связи, и он был допущен в госстайне, и он занимался коммуникациями президента, в том числе установлением вот этих зашифрованных каналов связи, в котором Путин общается со своими подчиненными, и не только с подчиненными, очевидно, но и с другими главами государств, и Глеб Каракулов – это тот человек, который обладает всей информацией о том, как это происходит чисто технически. Очевидно, теперь эти каналы связи будут считаться небезопасными, я предполагаю, в окружении Владимира Путина, и им придется довольно много всего перестраивать. Да, это повышает уровень паранойи, совершенно точно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!